Мотор из подшипника. Неужели такое может быть и неужели это будет работать? Неужели подшипник будет крутиться под воздействием электрического тока? Ну что ж, приступим к самоделке. Легким движением руки и ножа я соорудил вот такую деревянную станину. А в качестве ротора я выбрал ротор. Почему? Ну, потому что его ось очень хорошо подходит по диаметру к отверстию в подшипнике. Смотрите, подшипник очень легко надевается на такую ось и удобно располагается на подготовленной заранее вот такой подставке. Все это будет чудесно крутиться. Осталось только добавить провода. Ну и конечно же отцентровать эту систему. Из обычной жести под размер подшипника я сделал вот такие то ли петли, то ли просто крепежи. Ну и конечно же пробил в них небольшие отверстия под шурупы. Так будет удобно закрепить всю систему на станине и она никуда не улетит. А заодно можно будет подвести электричество к самим шарикоподшипникам. Давайте сделаем это прямо у вас на глазах, а у меня на столе. То есть такие скобы очень даже хорошо ложатся на станину и могут быть закреплены. Все. Закручиваем болтики и двигатель будет практически готов. Для того, чтобы такой электродвигатель стал работать, на него надо будет подать ток. Хоть переменный, хоть постоянный. Но при этом больших амперов. И конечно же по тонким проводам такие амперы подавать нельзя. Я буду использовать вот такие толстые провода. И с помощью тех же анодированных шурупов я закрепляю эти провода на скобах, которые удерживают подшипники. Процесс опять творческий. То есть мы берем и вкручиваем шуруп вместе с проводами. Так, чтобы все было надежно прикреплено и большие токи, даже без сварки, могли свободно протекать через подшипник. Далее по металлической оси и до второго подшипника. Прежде чем подавать ток на эту систему, стоит убедиться с помощью прибора достаточно хорошо проводят ток, шарикоподшипники и ось вот этого вот ротора. Поэтому я сейчас подключаю к клеммам амметр и измеряю сопротивление всей вот этой конструкции. Подключаем провода. И смотрим сопротивление. Сопротивление всей конструкции 7 Ом. Что в принципе очень даже хорошо. После промывания подшипники довольно шумные. Но это ничего, двигатель ведь у нас экспериментальный. Для того, чтобы такой мотор заработал, потребуется либо мощный автомобильный аккумулятор, либо мощный трансформатор. Можно воспользоваться блоком питания, у которого есть режим запитывания многоамперный. Вот у меня блок питания на 15 Ампер 5 Вольт. Если у вас нет вот такого мощного резистора, вы можете использовать вот такую мощную лампу. Моя лампочка примерно 600-700 Ватт. И ее сопротивление спирали очень и очень низкое. Примерно как раз как амическое сопротивление, которое нужно для того, чтобы блок питания не просаживался полностью в короткое замыкание на вот этой конструкции. Поэтому ток на этот мотор мы пускаем через лампочку. Запуск этого двигателя от блока питания происходил у меня случайным образом. И происходил крайне редко. Поэтому я решил пойти ва-банк и подключить этот электродвигатель через вот эту вот мощную лампу прямо к розетке. Что получилось, смотрите сами. Иногда вращающийся ротор сильно ускорялся при увеличении тока. А иногда наоборот затормаживался. И почему это происходило, точно сказать я не могу. Есть разные версии о причине этого явления. И обсуждение этих версий вы можете сами найти в интернете. Я же лишь хотел повторить этот эксперимент и убедиться в том, что такой мотор действительно возможен и это явление существует.